Добрый день, дорогие наши дети, представители Евроклуба Логос. Мы сегодня с вами собрались на подведение итогов работы над проектом, который мы работаем уже 5 лет. Это проект «Путуемо Европу в нашем доме». Вы видите, что этот девиз висит в нашей Евросале. И, естественно, каждый год, который прошел под этим девизом, мы делали много очень хороших дел. Сегодня мы создаем интерактивную карту Европы. Это макет, где мы с вами разместим наши маленькие куколки, они одеты в наши национальные одежды, в лагере, где мы будем с вами работать. А у нас там 300 детей. Мы создадим с вами уже окончательный этот макет и разместим в Евросал. Сегодня мы с вами будем работать вот в таком плане. Каждая страна будет выходить, когда ее будут называть. Не по порядку, там, первый класс и так далее. Хорошо. И вы будете внимательно слушать свою страну. Пожалуйста, хорошо. Добрый день. Хеллоу. Будем так. Бонжур. Здоровей. Ола. Бонжурно. Здравствуйте. Здоровенький полы. Добро пожаловать в Европу. Наш общий дом. Европа великая, прекрасная, объединяет, живет, привлекает, объединяет совершенно разные страны. В нашем лицее с 25-го года существует Европу, а его работе знают во всех странах, во всех уголках Украины. В Харькове, Вечерникове, Киеве и Криво-Грабо, где на областном Европоруме представители нашего Европопа заняли третье место. Сегодня мы совершаем коллективное творческое дело, над которым мы работали 5 лет, и которое проходило по девизам «Бутырь на Европу у Сэпэд Лова». За это время мы смогли лучше познакомиться со странами Евросоюза и их историей, культурой, традицией, шили влаге, пекли национальный хлеб, готовили вкуснейшие блюда традиционной европейской кухни. Давайте еще раз вспомним о странах ЕС. Готовы? Тогда отправимся в Экспресс-бург по Европе. В 1957 году ЕС купила Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия и также Франция. Приветствуем Бельгию! Бельгия, государство Западной Европы. Четверска, вот уже на торм. Площадь 30 528 километров. Численность населения 11 миллионов и 24 миллиона человек. Столица Бруссель. Храничит на севере с Нидерландами, на юго-востоке с Германией, на юго-востоке с Люссенбургом и с Францией, на юге и западе. Обывается с северным морем на юге, на северо-западе. Форма управления конституционная, парламентская, банальная форма административной цели. Реально устроено федерации. Молодцы! Все уже? Молодцы! Ребята, очень быстренько говорим и потом, когда заканчиваем, прикрепляем наши куколки. Видите, вот Галина Леонидовна вам помогает. Садитесь, молодцы! Приветствуется Италия! Италия. Официальное название Итальянская республика, государство в Южной Европе, центре Средиземного моря. Выходит Евросоюз и НАТО с момента их создания. Является третьей по величине экономикой Еврозоны. Геранично с Францией, Чесарией, Австралией и Славианией. На территории Италии находится 155 памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Больше, чем в какой-либо другой стране мира. Италия роскошная страна, по ней душа и сонет и тоскует. Она вся рай, и вся радость и полна, и мне любовь роскошная весна. Приветствуем Люксенбург! Люксенбург единственное в мире генцарство. Люксенбург одна из малейших стран не только в Европе, но и в мире. Страна обладает большим количеством мобильных телефонов. В среднем 15 телефонов на одного человека. Маленький Люксенбург является вторым после США по количеству банков. Благодаря своим замкам и крепостям, Люксенбург является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Приветствуем Нидерланды! Приветствуем Германию! Приветствуем Францию! Про Эйфелевую башню, мушки, черов, вино и хруст французской куки знают все. Франция является центром моды, культуры и родиной любви. Она ассоциируется с великолепными усадьбами, так называемыми шатом, с легендарной парфюмерией, кулинарными изысками моды и стилей. В мире есть много стран, но ни одна не похожа на эту. С 1973 года присоединилась Великобритания, Дальняя Ирландия. Приглашаем Великобританию! Аплодисменты! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приглашаем Данию Дания официально королевство Дания Государство Северной Европы Столица Дании, Копенгаген Почти со всех сторон страна окружена морем Потому клима здесь мягкие, сильные метра Дания входит в число малых европейских стран Как по численности населения 5 миллионов 189 тысяч Так и по территории 40 тысячи 80 тысяч километров По государственному устройству Дания является конституционной монархией Глава государства Королева Маргарета II Денежная единица Дании, Данская крона Приглашаем Ирландию Наша страна Ирландия Ирландия очень маленькая европейская страна Но Ирландия этим очень гордится Главный символ Ирландии Это клевер и арфа На территории Ирландии находится самая западная точка Европы Отличие от всей Европы В Ирландии август считается осенним месяцем Традиционная ирландская еда Картошка в разных видах Столица Ирландии Дублин АПЛОДИСМЕНТЫ 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 1981 год, Греция 1985 год, Испания, Португалия Приветствуем представителей Греции О, Греция, страна Олимпиад Гордимся мы и славой твоих побед И красотой твоей могучей и прекрасной Хранительницей дружеских побед И пусть тебе дороги нелегки Они для нас, как песня, как судьба Любовь тебе у нас так велика Она как пламя в жилах у меня Кэллада, этот дух пройдет через века Хотя старых, но вечно молодых Твои поля, леса, долины, реки Твоя пленительная красота Цветут на радость людям всей планеты АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствую представителей Испании Испания расположена на юго-западе Европы Ее считают самой высокогодной страной Европы В Испании говорят на четырех языках Правой страной король Муан Карлс АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствую представителей Португалии АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Страна сказочных городов, страна порт, так тебя называю я, страна крепость, страна любовь. Влюблена в океан Португалия, но поставила крепость искал, чтобы тот, кто хоть раз покидал ее, хоть обратно легко отыскал. Страна замка, страна мозаики, не тебя ли создавали боги, тротуары, святые камешки, это их на земле дороги. И позволь и мне, как Португалия, хоть немного угнать тебя, рано сейчас покидаю я, чтобы увидеть твои края. В 1995 году в Киес присоединилась Австрия, Финляндия и Швеция. Представляем Австрию. Представляем Швецию. Красиво много интересных мест. Япония, Марокко или Греция. Когда сидеть на месте надоест? Пожалуйста, пусть это будет Швеция. Совсем не дурно здесь применить. На 10 дней или на 2 недели. А в Штокольм не дурно посетить. Там есть, что посмотреть на самом деле. Насладиться миром праздник, от радушек, от судна крепости власти, театры, калереи, мосты, заборы, старые городки, чудные сказки. Музеи, парки, короли и дворцы и символы их власти год за годом. А после непременно совершим прогулку в современном теплоходе. Посмотрим с моря, как прекрасен Стокгольм. Какие острова, какая сказка, какой восторг. И более того, какая память в камнях, в звуках, в красках. Приветствуем представителей Финляндии. Финляндия — это государство, которое находится на земле Европы, столица и самый крупный город государства в Херосимске. Финляндии составляют около 5 миллионов 475 тысячи 800 человек, принимаем 114 место по населению. И 64 по территории. По археологическим лицам первые жители землянки появились 8000 секунд на ЦАД в нашу эру. В 2000 году присоединились Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Евгия и Кипр. Приглашаем на сцену Эстонию. Эстония. Маленькая страна синий лимон. Ее столица является Таня. Она богата народными обычаями от коллектива. В Латвии Эстонии синий, черный и белый. Каждый цвет имеет свое значение. Синий символизирует небо, моря, озера и цвет национального цветка. Плюс символизирует верность к национальным идеям. Черный цвет – это цвет земли и национальных эстонских биржаков. Белый цвет чистоты, стремления к свободе и надежде на лучшее. Национальный цветок Эстонии – это василек. Национальная птица – это ласточка, а камень – известняк. Эстония очень богата разнообразными традициями и обычаями. Ваши представители Литвы. Литва, крупнейшее репалтийское государство. Столица Абилинус. Площадь 65,3 тысяч квадратных километров. На западе обывается при Балтийском море. Граничит с Латвией, Польшей, Белоруссией и Россией. В стране рассчитывается 758 рек, около 3000 озер и 5 национальных этапов. По данным всей общей переписи населения 2011 года в Литве проживало 3 миллиона 53 тысяч 800 человек. По данным 1 мая 2016 года в стране проживает 2 миллиона 875 тысяч человек. Приглашаем представителей Латвии. Мы приглашаем представителей Мальты. Ну тогда Польши. Ребята, как вы думаете, почему нет представителей этих стран? Потому что выпускники вышли уже из нашей школы, они были участниками нашего проекта. И естественно, мы уже первоклассников не присоединили к этому проекту, они присоединятся к другим. И поэтому вот некоторые страны, мы просто не видим их представителей. Это девочки, какие три класса, которые в том году выпустились. И перед этим три класса были у нас. Сегодня мы хотим вам рассказать про дивовижную страну, что расположена совсем поруч с Украиной, а самым при нашего захватного соседа Польши. Эта страна является Приламинской республикой и имеет в своем складе 16 воеводств. Она отличается своей большой природой. Пещаные пляжи Балтики, Мазурские озера, объединены в одну воду систему. Уникальный в Европе – Бабжанские болота, тримучие лесы, або астпийские луги в Тадрах. Цикалом фактом есть также те, что Польши устали предназву «Блендерска». Приглашаем представителей Словакии. Продолжение следует... Словакии. Словачина поседает второе место за обсягом в весе консурсий 300 Австралий. Практически половина страны покрыта 10. «Дальше, представители своей любимой». У меня нет настоящего друзей, Прежитая прозрачный дельфин, И больно дыша среди глупых людей, Убившихся в сердце аквамарин. Нога полнется куча глаз, Наполненных моей душой. И из непонятных празд я понял, Что она устроена. Натрон из ягодных грибочков Я быстро прыгнула, смеясь. Иклы иссыпались от чувствов клоп. Иссыпались от чувствов клочья, Испытанного раз влюбляясь. Приглашаю представителей Чехии. Цветная прага, старые дома, Присемистка, базилика плечистая, И кажется, действительность сама Роскошная, ювелирная, золотистая. Прошу выйти в метрию. Ну тогда Кипр. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КПАЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В 2007 году присоединилась Болгария и Румыния. Приглашаю представителей Болгарию. Продолжение следует... Продолжение следует... Болгария! Чудесная страна! Приветливые здесь... Повсюду улица... И музыка прекрасная звучит... Болгария, наверно, будет сниться... Печает над водой громкий крик... Болгария... 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 Румыния... Болгария... 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 Именно поэтому город часто называют... Маленький Париж-Восток... Национальная одежда... Состоит из других основных элементов... Это поясная одежда и белая... Хопчатая рубаха! Женщины, как и мужчины, носят широкий пояс, но его не видно, так как... Им оповесывают рубаху и одевают сверху юбку. Болгария... Болгария... Ребята, посмотрите, у нас еще одна страна написана Хорватия. Она самая последняя присоединилась к Евросоюзу. И теперь сколько стран в Евросоюзе? А, ну сколько вы посчитали, сколько у нас стран? Кто подскажет? Сколько? Сколько. Больше. Меньше. Двадцать. Девять. Стран. Двадцать девятая Хорватия. Как видим, Европа – уникальный континент с богатой историей. Многие европейцы стали выдающимися художниками, изобретателями, поэтами, артистами, спортсменами. Только хорошо зная окружающей от нас страны, мы сможем построить свой общий дом с названием Европа. Пусть в мире всегда царит тепло и открытость в взаимоотношениях между людьми. Поэтому делись нашего клуба – мы лизни, мы ривни, мы разум. Когда на этом наше открытое заседание его клуба не заканчивается, мы сегодня хотим представить вам участников городского евроклуба, которые представляют на городском евроклубе англоязычные страны. Там будут представлены всевозможные страны, которые в мире говорят на английском языке. В этом году, 2016 год – это год английского языка в Украине. И мы представляем очень необычную страну, которая размещается на севере американского континента – это Канада. Встречаем наших участников. Доброго дня, пани та пановы. Сегодня мы познаймем вас с Канадою. О Канадо – это мотер-ланды с мейпл-серопом и хаке. Есть много настоящих праздников – в Канаде, в Канаде, в Ниагра-Поле и в Байон-Панде. О Канадо – это мировые церковь и хаке. О Канадо – это мировые церковь для натур, комплементально нянь и рашут и для байдя. О Канадо – это мягкие клинер в клинер в крахе и хаке. В Канаде, они находятся такие чудеса природы, как скелестя, горы, ягарские водоспады и заток Аплати. Например, вы знаете, что монеты номиналом 1 и 2 канадских долларов называются «луни» и «тунь»? Вы знаете, что в этой стране есть большая количество в мире магазинов, что продают «пончик», как же для того, чтобы прокатиться на канаде за «пончик»? Мы расскажем вам несколько интересных фактов о этом многом стране. Интригован, мы вам расскажем еще несколько интересных фактов про эту певнично-американскую страну. Индепендентный символ этого страны – это знаменитый рот и белый флаг с мэпл-ридом. Капитал этого страны – ОТАВА. Индепендентный символ этого страны – это знаменитый рот и белый флаг с мэпл-ридом. Официальные языки – это английский и французский. Индепендентный символ этого страны – это знаменитый рот и белый флаг с мэпл-ридом. Официальные языки канады – английский и французский. Визитной карты канады есть королевская канадская кинополиция или просто червоные мундиры. Оно 3 миллион этними украинцев живут в мире. Они – это самая большая диаспора в мире. В Канаде есть более 3 миллиона этнических украинцев. Это не самая большая диаспора в Успителе. Танне-Провинция Саскачеван – это более популярный репейс «Адрен-дэ-Лапер». В Канаде есть много важных вещей, как геросин, электронический орган, снеград и омин. В Канадзе сделали много важных для любого винохода включающих газ, электронный микроскоп, электрический орган, инсолид, снимок и электроплиту. Монреальский симфонический оркестр вважается одним из лучших в Квебеке, а другий симфонический оркестр у Квебеку вважается одним из лучших в Квебеке. В 1965 году проводится конкурс музыканцев-виконавцев классической музыки. Мы хотим вам представить элегию по выполнению Валентины Евгениевны и Вундервальд Костя. Спасибо. Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Аплодисменты